МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Алиса Харлина. Главные криминальные темы недели. Кто сильнее? Человек с оружием или водитель грузовика? Нешуточные страсти на восточно-окружной. Кровопролитная схватка. Как убитый лось привел полицию к преступнику? Ребенок в опасности. Куда звонить, если нужна квалифицированная помощь или есть опасения за жизнь и здоровье детей? Дорога сама по себе один из ведущих генераторов стресса. Вот уж где не нужно добавлять масла в огонь лишними эмоциями. Но все чаще дорожные конфликты заканчиваются перестрелкой. Это видео быстро облетело социальные сети. Участники инцидента 29-летний житель Рязани, управлявший легковым автомобилем, и 36-летний водитель грузовика из Касимова. По предварительным данным, после того, как машины остановились на обочине, рязанец выстрелил из зарегистрированного травматического оружия, разбив зеркало заднего вида. Большегруз не заставил ждать ответной реакции и подвинул хулиганов, повредив корпус легковушки. По закону за два проступка, это нарушение общественного порядка и правил обращения с оружием водителю легкового авто на два года придется забыть о ношении оружия. Законотворцы никак не догадаются спросить понимающих людей о том, что поражающая способность оружия – это целая отдельная наука со своими особенностями. Прибавьте к дульной энергии импульс формулы расчета проникающей и останавливающей способности пулей, ее деформацию при контакте с телом. Это принцип 100 джоулей на 10 килограммов веса. А теперь, внимание, вопрос – опасно ли травматическое оружие на улице? Еще как! Тут все дело в том, куда попасть и сколько одежды на потенциальной мишени. К счастью, в этот раз пострадали только железо и настроение. А вот другой рязанец предстанет перед судом по обвинению в совершении разбоя в отношении несовершеннолетнего. Мужчина, угрожая пневматическим пистолетом с неисправным ударно-спусковым механизмом, обокрал подростка. Догнав подростка, обвиняемый, сзади обхватил его своей рукой за шею, а затем нанес несколько ударов кулаком в область головы. От полученных ударов подросток упал на землю и стал кричать, призывая на помощь. Обвиняемый в этом случае приставил долу пневматического пистолета к животу потерпевшего и заставил его замолчать. При этом забрал сотовый телефон. Свой поступок задержанный аргументирует временными материальными трудностями. Как все стало просто. Любое действие готово оправдать плохим настроением, вспыльчивостью или отсутствием денег. Жаль, что в этом списке нет совести, здравого смысла и страха. То, что не расставит на свои места уголовный кодекс, рано или поздно равновесит другая сила, когда роли жертвы и обидчика поменяются местами. В Пронском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении авторских прав. В октябре 2010 года он с целью исключения производственных затрат обнаружил в сети интернет и установил на свой персональный компьютер, который он использовал в торговой деятельности, контрафактное программное обеспечение. О том, что программные продукты семейства 1С являются объектами авторского права, мужчина был осведомлен, но, видимо, надеялся, что Фемида нарушение закона не увидит. Сломанные ветки, кровавые следы на снегу, разбросанные в спешке улики. К счастью, жертва злодея не человек, животное. Несмотря на установленную уголовную и административную ответственность, браконьерство в России развивается с каждым днём. Были обнаружены остатки одного ося, проведен комплекс оперативно-ростных мероприятий, установлены свидетели и очевидцы данного происшествия. След снегохода не нашего. Мы след не затаптали, а он кровяной. Терялась кровь, обильная кровь. Мы рядом поехали и обнаружили шкуру и внутренности выпотрошенного ося. Это было одно из тех мест в Клепиковском районе, куда просто так ради любопытства не заезжают. Охотоведы хорошо знают, чем сложнее участок, тем больше шансов, что лесные дебри скрывают преступников. В феврале охота на лося запрещена полностью, но 40-летнего рязанца это не остановило. В настоящее время люди, занимающие незаконной охотой, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Убитый лось обойдется злоумышленнику в 120 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный браконьерами природе и экологии, не оценим вовсе. Но большинство нарушителей никак не поймут, к чему приводят такие варварские методы. Ежегодно в России без вести пропадает от 11 до 15 тысяч детей, то есть не менее 30 человек ежедневно. Большинство похищений и иных случаев насилия начинаются светлым днем при огромном скоплении свидетелей. Но окружающие считают, что это не их дело и предпочитают не лезть в семейные, как всем кажется, разборки. Однако лучше ошибиться и лишний раз извиниться, чем просто пройти мимо. Почти год назад, в апреле, Следственный комитет России запустил круглосуточную телефонную линию «Ребенок в опасности». Рязанские специалисты готовы в любой момент отреагировать на обращения как взрослых, так и самих детей. Телефонная линия «Ребенок в опасности» следственного управления функционирует в круглосуточном режиме, работает по короткому номеру 1, 2, 3. Эксперты, психологи и криминалисты дают целый ряд рекомендаций родителям касательно того, как уберечь своего ребенка от встречи с преступником и научить его грамотно поступать в опасной ситуации. При этом часто сами родственники берут на себя право применять такие методы воспитания, от которых другим становится не по себе. Так на телефонную линию обратился неравнодушный сосед, который сообщил о маленькой девочке, оставленной дома одной, родителями, злоупотребляющими алкоголем. Был организован выезд сотрудников полиции, которые изъяли ребенка из семьи. В отношении родителей был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем к ним были предприняты меры уже со стороны органов опеки. В стране практически отсутствует государственная регистрация случаев насилия над детьми. Данные, приводимые отдельными центрами помощи, основаны лишь на прямой обращаемости. Об активном выявлении речь не идет. Особенно сложно выявить случай насилия над ребенком со стороны его родителей и других родственников, а также лиц их заменяющих. Малыши и подростки очень неохотно сообщают правоохранительным органам подобную информацию, потому что любят или боятся своих родителей. Следует уточнить, что следственные органы Следственного комитета рассматривают сообщения о готовящихся или совершенных уголовно наказуемых тяжких и особо тяжких деяниях в отношении несовершеннолетних. Увы, для многих преступлений характерна высокая латентность. Семейные, гражданские и жилищные права ребенка, казалось бы, отстоять проще. Но инициатива по защите этих прав возлагается в основном на органы опеки и попечительства. А это уже абсурд. Как один специалист, под наблюдением которого находятся сотни детей, может всем уделить должное внимание? На круглосуточную телефонную линию ребенок в опасности поступают самые разные звонки. Иногда ошибочно, бывает намеренно. Сами взрослые в определенном состоянии не понимают, что творят. Сотрудники управления примут любую информацию, касающуюся нарушенных прав несовершеннолетних. При этом хотелось бы попросить не злоупотреблять предоставленным законным правом обращения. И не звонить на телефонную линию из-за зарства. Потому что в этот момент на телефонную линию может не дозвониться как раз тот человек, которому реально нужна помощь. Только по данным статистики СМИ на сегодняшний день в России насилие встречается в каждой четвертой семье. Около двух миллионов детей в возрасте до 14 лет терпят побои от родителей. Ежегодно, спасаясь от жестокого обращения, из дома уходят 50 тысяч детей. При этом только 25 тысяч из них находятся в розыске. То есть часть подростков никто и не ищет. Дома только рады, что абуза исчезла сама собой. Если вы стали свидетелем неординарного отношения к детям и не знаете, как к этому относиться, обратитесь к специалистам. Возможно, именно ваша помощь окажется решающей в судьбе еще одного ребенка. К другим темам. Житель города Касимово предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийства малолетнему племяннику. Десятилетний мальчик мешал пьяному дяде отдыхать, за что и был наказан. Взял бельевую веревку, сделал петлю, накинул на шею ребенка и пообещал его удушить. При этом он потянул вверх веревки, от чего петля затянулась, и ребенку, испытавшему физическую боль и моральное страдание, были причинены телесные повреждения. О произошедшем стало известно. Лишь через несколько дней, когда при разговоре в школе с мальчиком сотрудники полиции заметили у него на шее следы удушения. Страшно подумать, чем могли закончиться такие меры воспитания. Какое наказание за них грозит 40-летнему жителю Касимова, установит суд. Вечеринка была в самом разгаре, когда на нее без приглашения пришли сотрудники управления наркоконтроля. Хозяин подозрительной квартиры не знал, что на обследование его скромного жилища уже получены соответствующие санкции. 33-летний неработающий мужчина, ранее судимый за совершение грабежей, практически ежедневно собирал компании потребителей химических психостимуляторов, в чем ему активно помогала его 20-летняя сожительница. Только в этот день, помимо хозяев, в квартире находилось еще пятеро людей и угощали гостей отнюдь не чаем. Все как один находились под воздействием синтетических наркотиков. С августа к этому притону тянулись такие же страждущие. Новые дозы зелья приобретались через закладки. Согласно статье, гостеприимным хозяевам грозит от двух до шести лет лишения свободы. А это уже уроженка Таджикистана. Дама специально приехала в Рязань для работы наркокурьером на одной из организованных преступных группировок. Не прошло и месяца, как ее задержали с поличным. Из незаконного оборота в ходе оперативных и следственных мероприятий изъято более 700 граммов смертельно опасного наркотического средства. Такое количество наркотиков тождественно 7 тысячам разовых доз. Обыскав арендованную женщиной квартиру на улице Кольной, оперативники обнаружили более 100 граммов героина, расфасованных в отдельные свертки. А также установили местонахождение еще одного тайника на границе с Московской областью. В тот же день в ходе оперативных мероприятий наркополицейские изъяли еще одну аналогичную закладку и задержали двух потребителей, которые уже успели забрать наркотик из тайников. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Прокуратура – это единая федерально централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. Может, поэтому неподкованные юридические горожане и видят в этой инстанции единственного надежного союзника. Отчасти так оно и есть, но иногда мы теряем гораздо больше времени, чем хотим сэкономить, при обращении сразу в прокуратуру. Давайте разбираться. Как можно обратиться в органы прокуратуры? Граждане могут обратиться в органы прокуратуры, направляя обращение по почте. Могут также прийти в прокуратуру, в прокуратуру области или в районные прокуратуры для подачи обращений. Кроме этого, могут направить по электронной почте. А также в каждой прокуратуре, прокуратуре области и в Межрайспецпрокуратурах находятся ящики для обращений. Из ящика обращения граждан изымаются ежедневно. Сначала они передаются в канцелярию для регистрации, а затем для рассмотрения. Что нужно помнить при обращении в прокуратуру? Граждане не знают об этом и приходят и полагают, что в органы прокуратуры, именно в прокуратуре области рассматривают все обращения. Например, если совершено преступление или готовится к совершению преступления, то граждане могут обратиться в органы МВД, в Следственный комитет или в другие органы. Если нарушено жилищное законодательство, то граждане могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Если нарушено трудовое законодательство работодателям, то в первую очередь необходимо в инспекцию труда обратиться. А в последующем уже, если они будут не удовлетворены ответами руководителей этих органов, то впоследствии можно обратиться в органы прокуратуры. Граждане считают, что обращение сразу в прокуратуру, минуя вышеперечисленные органы, ускорит процесс. Это заблуждение. Данный шаг не нарушит прав граждан, но в семидневный срок все эти обращения уже прокуратурой направляются по инстанциям. А это дополнительное потерянное время. Кто принимает обращения граждан? В каждой прокуратуре установлен график приема граждан, где принимают как прокурор области, если в прокуратуре области, так и заместители, начальники отделов управления, дежурные прокуроры. Обязательно ежедневно дежурный прокурор принимает остальные должностные лица по графику, которые установлены у нас при входе в прокуратуре области или в межрайспецпрокурорах. Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, об органе вынишем обжалуемое решение, времени его принятия и так далее, в семидневный срок возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. Там по дате эфира можно найти любую программу наших журналистов. А у меня на сегодня все. Не попадайте в криминальные сводки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин